Добрый день. Меня зовут Шалим Вала Викторовна. Я косметолог-эстетист. И сегодняшняя наша программа будет посвящена эстетическому преображению лица. Зачастую наших пациентов беспокоит проявление носогубной складочки, зоны носогубной складочки. Она всегда, когда закладывается, придает возраст лицу. Это касается и мужчин, и женщин. Формирование носогубной складочки, как правило, происходит в связи с возрастными изменениями. Когда у нас овал лица поплыл, как мы говорим, за счет того, что комочки Биша тянут сюда, у нас формируется носогубная складочка. Поэтому, как и многие, Алена обратилась к нам с таким вопросом, что хотелось бы приподнять овал лица, разгладить носогубные складочки. Немножечко мы уберем пастозность, отечность лица. Поработаем с зоной глаз, переорбитальные зоны. И вообще поработаем над эпидермисом. Это будет уходовая процедура, лифтинговая, повышение тонуса. И лимфодренажный эффект, конечно, мы тоже тут будем достигать. Мы провели тщательный анамнез, выяснили показания и противопоказания к нашей процедуре. Так как существует очень много различных техник массажа, подобрали соленые, выбрали, какой мы воспользуемся техникой. Сейчас я провела очищение кожи. Перед любой процедурой косметологии, конечно, мы проводим домакияж, очищение кожи. Затем я проведу пилинг. Пилинг всегда необходим. Разновидностных пилингов очень много. Они направлены на отшелушивание в основном, эпидермис рогового слоя. Благодаря чему средства косметические потом у нас лучше проникают. Цвет кожи становится более свежий, уходит сухость. Также есть пилинги с противовоспалительным эффектом. Так что во всех случаях мы используем пилинги. Сейчас мы переходим к этапу пилинга. В данном случае я взяла очень для чувствительной кожи гипоаллергенный пилинг. Итак, мы провели этап пилинга. Смываем остатки. Кожа у нас сразу приобрела такой свежий, даже, я бы сказал, блестящий цвет. После пилинга мы проводим тонизацию по типу кожи. Так, чтобы выровнять пашу. Мы переходим к самому прекрасному этапу в нашей программе. Это массаж лица. Надо сказать, что очень многие женщины не обращают внимания на то, что у них асимметричное лицо. У Алены также немножечко. Существует очень много техник массажа, но в основном все они имеют подготовительные этапы, лимфодренажные. Я начинаю работать с воротниковой зоны. Шейку всегда вообще надо прорабатывать, так как женщины вообще очень эмоциональны, и все стрессы и зажимы у нас начинаются с шейно-воротниковой зоны. Поэтому напряжение и расслабление, и подготовку к массажу лица мы начинаем именно с этой зоны. Также, проведя сосудистый этап, в любых техниках массажа используется воздействие на биоэнергетические точки. На лице у нас есть основные активные точки выхода лицевого нерва, и в процессе массажа мы воздействуем на них. Таким образом работаем с активными точками выхода лицевого нерва. Надо сказать, что массаж – это одна из самых приятных процедур, как для женщин, так и для мужчин. Так как в процессе массажа мы воздействуем на активные точки на лице, проводим такие лицепокаивающие и поглаживающие, так что зачастую приходят даже, как мужчины говорят, для перезарядки, как женщины говорят, снять стресс, отдохнуть, снять напряжение, немножечко погрузиться в себя, успокоиться, восстановить свои энергетические ресурсы свои. И надо сказать, что женщинам очень важно ухаживать за собой, так как она является некой такой батарейкой, который очень быстро может разрядиться от различных повседневных забот. Но стоит женщине прийти в салон и даже просто провести курс массажа, получается, что несколько, так скажем, самооценка и отношение к себе меняется. Ну, таким образом, конечно, это уже потом и накладывает свой отпечаток на отношениях в семье, с детьми, с мужьями, мужчинами. Очень много у меня было таких случаев, когда, придя в салон женщина в достаточно таком депрессивном состоянии, взглянув на себя, как она может, насколько выглядеть лучше, менялась просто отношение к жизни и к себе. Существует, конечно, сейчас очень много техник самомассажа. Но тут, наверное, надо сказать, что имеет место быть эти методики, но это еще и плюс вопрос самодисциплины. То есть их надо делать дома регулярно. И все-таки, так как мы понимаем, что есть показания и противопоказания для массажа, техники самомассажа все-таки преподаются достаточно мягкие, чтобы вы не навредили себе. В условиях салона, придя к профессиональному косметологу, конечно, вы получите более интенсивный и сильный эффект, который вы видите с первого раза. И этот эффект продлится после первой же процедуры в течение недели. Конечно, очень хорошо, когда мы проходим курс минимум из 10 процедур для закрепления эффекта, так как существует понятие, как мышечная память. Работаем мы на уровне мышечных волокон. За счет этого закрепляется эффект долгосрочный. Очень тщательно прорабатываем так называемые бусиные лапки. Музыка. 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 Теперь мы можем оценить эффект после нашего массажа. Стал более четкий овал лица, подразгладились носогубные складочки, также более выглаженная переорбитальная зона, ушла немножко отечность век, приподнялись верхние веки. И в целом Алена у нас теперь выглядит на 5 лет моложе, лицо более отдохнувшее, свежее. Этот эффект продлится в течение недели. Массаж можно делать раз в недельку. И наша техника массажа также подходит для мужчин. В следующей программе мы вам расскажем про уходовую программу для натуральных ресничек, которая называется Вельвет ресниц.